Марш техники в 115-м зенитном ракетном полку, своего рода экзамен для новоиспеченных солдат. С момента поступления на службу в подразделение прошло два месяца, на протяжении которых они не теряли времени даром, а владевали навыками управления военными машинами. Главный нюанс среди единиц техники – больше грузы. Сдать экзамен на вождение стало одним из первых серьезных испытаний для солдат и завершающим этапом боевой подготовки молодого пополнения. 50-километровый марш техники должны были осуществить защитники неба, а главным условием было правильное перемещение в составе организованной колонны. У нас началось обучение с того, что мы, опять же, разбирали сначала устройства автомобилей, на которых нас поставили, повторяли ПДД, и потом, соответственно, на автодроме проходили уже, отрабатывали элементы вождения. Интересная служба довольно, много техники различной. Хотелось водителям, вот я и пришел на автомобиль КРАЗ-260, и мне она довольно-таки понравилась эта машина. Она очень массивная, большая, но очень мощная и нравится. В это время опытные солдаты проходили отбор в качестве водителей большегрузов на международный конкурс «Ключи от неба». В престижном соревновании принимают участие только сильнейшие военнослужащие из разных стран, а потому испытание на этом этапе было более чем серьезным. В этом году на конкурсе поборются за первенство четыре подразделения из Беларуси. На представителей 115-го зенитного ракетного полка возложены большие надежды. Среди восьми защитников неба были отобраны лучшие водители. Поначалу давалось сложно. Сперва невозможно было привыкнуть к габаритам машины, но потом со временем все лучший результат и узнаем побольше машину, габариты ее узнаем. Лучших из восьми человек этих, я так думаю, что это будет, наверное, пять военнослужащих, мы будем готовить сначала здесь, на нашей базе, потом проведем свои соревнования в марте месяце. На этих соревнованиях уже отберем непосредственно двух водителей, которые в дальнейшем будут представлять нашу воинскую часть на соревнованиях республиканских. Но и дальше, если повезет, если добьемся высоких результатов и победим внутри белорусского нашего конкурса, то в июле месяце второй раз поедем на международные соревнования. Результаты 2016-го планка, которую стоит держать. Успехи военнослужащих на международных соревнованиях, престиж области и страны в целом. Старт задан верный, осталось дело за малым прийти к заветной цели. Сегодня мы должны просто увидеть, что, во-первых, у людей есть блеск в глазах, что у них есть желание. Во-вторых, мы должны увидеть, что они чувствуют машину, что они... Потому что машина очень большая, многоосная, серьезная машина, большой мощности двигатель. И мы должны увидеть, что они чувствуют эту машину, что они в состоянии с ней справляться на вот этих всех элементах. В 115-м зенитном ракетном полку свои традиции. Одной из них является купание в купеле. Праздник крещения ежегодные военнослужащие осуществляют этот обряд и с новыми силами приступают к выполнению боевых задач.